срок до 31 05 24 планируемая снос самовольных строений друзья мои всем привет вы снова на youtube канале мусорщик с вами витек на связи и вы на youtube канале мусорщик это youtube канал про свалку про барахолку про людей которые на ней живут про все то что с этим связано как можете нахая наблюдать я нахожусь на черном море сразу хейтера хочу успокоить это не за деньги со столика добрых дел и там еще не за какие-нибудь дела вот это за честно заработанное по поводу столько добрых дел все в скором времени увидите а сегодня вас ждет крутейший ролик про лену также хочу сказать не делайте поспешных выводов будет вторая часть там будет у нас снос леса вот будет ли снос леса и что как будет происходить обязательно будет вторая часть я ее в скором времени выпущу поэтому не пишите поспешных комментариев кто в чем виноват что зачем и почему но мнение свои обязательно высказывайте ставьте лайки пишите комментарии а я скоро сниму видеоролик про заброшенный военный порт где есть торпеды и катера это очень интересно приятного просмотра в лесу у нас идет марафетик я вижу с метелочкой привет так тут в принципе все все одинаково так вот два пакета анатолия по дороге я встретил он тоже мне сказал даст интервью такой у нас да красота так леночки разбираем по пакетику каждый так ну не богато но чем рады спасибо спасибо под сигару меня только у меня и майкла джексона ленка тиска ты выгоните слегка она видел ленты видовать по тигар и что думаешь слушай модернизация душа произошла до душ поддон появился обалдеть ленку сюда застелить но это я мылась так я его отодвинул нормально нормально все как обычно стирки висит да но это проветривается жарко штучно внутри сегодня надо постираться еще дело хоро хотели поводу сходить потом наверх на видишь немножечко тормозим немножечко тормозим так когда начнется стройка меня интересует один вопрос когда в этой хате можно будет ходить полный рост солдат а зачем уж все равно на квартиру пойдем а сюда только переодеться приедем ну это если вам верить но не факт же что так получится я пытаюсь стараюсь верить но это не факт так я пойду проведу и надю сейчас я и сыр привез потом к вам вернуть так ребята всю гуманитар очку раздали пойдем к наде так где-то тропинка сыр просила сыра есть еще продукты не знаю сейчас как сложится наша беседа как тут пройти блин оп 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 по лесу дверь открыта кто-то дома надя а а через ветки привет а где надя а а я и подарок привез как обещал но позови пожалуйста как ваши дела как всегда до латунку разбирал о надька привет смотри что привез все показать добывать смотри хорошо все нормально хорошо чего один я долина к гостю съездил заходили с ними поговорили а с кем нибудь тут улечь бог вам на гости зашел как вы тут лето жара сейчас пока жарко сильно поток вечером еще пойдем схожу поработать о видишь да удается что-то сейчас заработать потихоньку да и ничего не заработали да ну да жара штука такая и машины лодочки тяжело теперь да но ясно мы же не успешны мы же не двойные ну да да о котики котики как ваши котята поживают нормально нормально растут потихоньку вот покажет не так ты положи туда домой знать что тебе еще вкусное привезти видишь я как обещал заказ выполнил нас покажет это надюха настирала тебе рабочей одежи почему ты окно в дом не сделаешь скажу отнюю почему не сделаешь в дом окно как можно жить в темноте почему нет окна в доме это прям к тебе претензии когда будет окно точно следующему моему приезду сделаешь в доме должно быть окно должен быть солнечный свет как для тебя так и для нади хотя бы сделаешь окно за неделю но только не говори что окна нельзя найти а глянь всех схватил ну положь ты их надяну не надо было правильно потому что я говорю сергею почему нет в доме окна правильно надя они уже ходят красиво посмотри какие глянь щекам не ломанули на она чувствует хороших людей просто сначала не поняли что кто приехал ну хорошенький это вот между прочим 3 кошки а вот это вот котик вот куда о будей он давать это беляк беляк вы уже их поназывали надя ну за начи не знаю мне их так жалко халю же надя правда я сергею говорю как срочно сделал окно в доме вон серёга есть вот даже узенькая кошка вот поставить только надо конечно она будет психовать матч ну окно надо срочно серёга заманался да а кушать тут на бочке готовить дрова приносишь где сухостоя наберет но чисто хорошо вроде все убрано да никто не обижает слава богу да пойду до лены до чечни скажу ну хорошо далеко не уходи да показывай что пока пока я там гулял сыр туда-сюда появилось такое объявление на дереве внимание лицам проживающим на участке на участке даже леса вблизи полигона захоронения тростинецкий срок до 31 05 24 планируемая снос самовольных строений просим срочном порядке личные вещи и постройки убрать личные вещи и постройки а еще и убрать сейчас ленка расскажет лен ну что думаешь об объявлении на дереве денис конечно загрустил а ну мне-то проще простого не то есть где жить вот ты знаешь что если правда произойдет правда вот честно вот денис ну конечно я понимаю что ты загрустил капитально капитально то я наверное не очень огорчен честно во первых взять даже последние события того дениса кстати может быть и из-за этого что тут люди умирают и очень много умирает а это такая проблема человечества это первое второе если все-таки и произойдет новых тут не появится это уже тоже ну как бы я в этом вижу плюс для вас это понятно это прям проблема реальная проблема ну печально вот но с другой стороны ты хотела в августе пойти на квартиру пора бежать сегодня на вал и зарабатывать деньги ну вот смешно денис вообще не смешно денис думает как я с ее сыном то буду уживаться то куда пойдешь вглубь леса стрекую пёртый а чертой не пойду глянь у меня есть спальный мешок то есть это не пугает нисколько тем более что счастлив сломать ты новую стройку затеясь в палатке представляешь как строй материала будет ли на ты что думаешь от честно и реально если начнут ломать начнут что возьми то что мне тут нравится и домой вещи вещи можно там нет сарайчик есть пока в сарайчик поставить не постараюсь и надо полы кидать новую завести джоня сразу в принципе в принципе у нас тут еще это и немного грустно а есть же люди вот тут которым действительно и пойти некуда ну есть же такие правды нам то есть то куда пойти если на кроняк может к маме пойдет но хорошо вот этот вот снос чего максимально он как бы с одной стороны да я наверное все таки за чтобы тут был какой-то порядок чтобы действительно не появлялась новых людей но нету в этом ничего хорошего люди отсюда только уходят вот пока сколько я знаю там две-три истории когда люди ушли так только вперед ногами но это очень печально на самом деле это вообще вытащить отсюда кого-то это почти невозможно но даже и вы вот насколько ты образованная женщина и жилье есть но не вытащить пытались же вытащить ну как вас вытащить ну никак ну нравится не знаю такая позиция дома вот природа все никуда не денешься здоровее будешь вот поэтому печально что будут ломать ну наверное может и правильно это вот администрация пошла объявление расклеили по забору и пошли дядьки бородатые белых рубашках а что те люди которым некуда уйти но возьмут они свои овощки дальше в глубь леса пойдут что поменяется что поменяется спишут несколько сот тысяч под снос ваших домов ну бюджет же надо какой-то выделить технику правильно вот а поменяться же ничего не поменяется а кто вручную будет сортировать мусор по факту по факту какую вы функцию выполнять один ты стекло собираешь сколько ты стекла за день собираешь серьезный вопрос такой реально вот прям до 10 мешков ты собираешь больше 11 если чисто по стеклу идет но надо что-то но понятно пускать 10 пускай 10 или 15 собираешь если с утра пойти но не если без если средние 10 пускай 10 а ты лен стекло собираешь 5 мешков собираешь 5 15 вдвоем в день так сколько весит мешок условно 30 25 27 килограмм то есть вы собираете приблизительно 300 килограмм стекла в день так а сколько людей в лесу которые собираются стекло 20 человек есть наверное есть 20 на 300 сколько стекла собирается каждый день благодаря тому что вы здесь так так вам здесь должны построить гостиницу блин а не ломать вы пользу мы начали вы пользу какую приносите непосредственно экологии нашей страны и переработки и всего уменьшение объемов полигона опять же таки правильно denis даже задумался да ну нафиг ты не думал никогда об этом реально а пластик кто собирает и пластик или полицилен но все собирает наверное ни один мусороперерабатывающий завод столько объема не дает сколько люди я думаю что ну как бы пользу конечно конечно и деньги зарабатывать ждем 31 кому-то не понравилось ну кому-то да значит план упадет плана не будет это точно ну как хотят сами решили печально ждем 31 так посмотрим 31 это у нас когда 7-28 пятницу я подъеду я подъеду сегодня 28 до сегодня среда вчера был день как граничники 729 ну вот завтра 30 пятницу 35 да 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 чем 29 30 пятницу все буду посмотрим как и что серёг ты видел объявление о сносе объявление о сносе что сказали что в лесу все будки сейчас несут а куда в пятницу куда снесут нет и гора куда нам я не знаю об этом же как правило не думают когда ломают ломать не строить в пятницу что будешь делать надеется это точно как я уже сказал не делайте поспешных выводов все вся раскрытие всей ситуации так сказать во второй части она уже выйдет очень очень скоро поддержим видос лайком репостом комментария всем спасибо за просмотр